Приветствую вас. Как-то складывается у меня такое впечатление, что вы не доверяете ни себе, ни своему мужу. Вообще, есть такое ощущение, что вы не доверяете своему мужу, и такое ощущение, что вы прям вот, несмотря на то, что обеспеченное вроде как, да, вы пишете, есть такое ощущение, что вы сравниваете себя. Ну, как бы, сравниваете себя с, ну, с ней. Вот. Вот. То есть, сравниваете себя с его бывшей. Вот. А такое у меня появилось ощущение, такое у меня появилось ощущение. Вот. Вот. И я полагаю, что вот это, наверное, и является ключевым аспектом данной ситуации. Вот. То есть, ваша какая-то вот такая неуверенность в себе, да, вот, собственно, что и делает эту ситуацию для вас тревожной. Вот. Я вижу, ну, лично я вижу, эм... Отчасти, да, противоречие ещё и в том, что вы, с одной стороны, вроде как, мужа своего любите, пишите вы, с другой стороны, пишите, что боитесь потерять. Ну, то есть, тут, как бы, эм... Эм... Противоречие. Эм... На мой взгляд, потому что... Если любишь, то... Эм... Потерять... Эм... Эм... Не боишься? А вы боитесь? Значит. Эм... Дело здесь, не только в... Эм... Любви. Да? Да? Ну, и... В... 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 В чём-то... Эм... Ещё. Вот. Так вы, почему-то, именно, боитесь его, боитесь его потерять. То есть, он значит, что... что-то... для вас. Вот. И мне кажется, что, ну, вот, надо бы этот момент определить... Вам. Для себя. То есть, любовь любовью, а, вот, то, что вы боитесь его потерять, это, ну, совсем другая история. Итак. Эм... 2,2,3. Там нет, вам 33 года. Достаточно обеспеченная и реализована в работе. Хорошо. 3 года назад пишите, вы вышли замуж, ээээ... По любви за мужчину на 10 лет старше. Эээ... Ну, разница в возрасте, конечно, конечно, ощутима. Разница в возрасте, конечно. Ощутима. Ощутимо большая разница в возрасте. Вот. Но... Я думаю, что в 33 года эта разница, эээ... ну, нормальная. Хотя, конечно, интересно бы знать ваш выбор. Ну, то есть, основание вашего выбора. Ну, вот, значит, эээ... Который на момент нашего знакомства год не жил с бывшей женой? Эээ... Хорошо, что он не жил, ээээ... значит, ээээ... Год со своей бывшей женой, почему вы решили, что... Значит, вот он прожил год без жены, да? Эээ... 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 И без вас. Эээ... 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 Ну, очень, ээээ... Важно было бы здесь, на самом деле, ээээ... Понять, эээээ... Как вы, как, как вы к этому, к этому относитесь. То есть, не, не комплексуете ли вы по этому поводу? Дальше, так, от бывшей были некоторые попытки выйти с моим мужем на связь, ну, хорошо, у нее были попытки выйти с вашим мужем на связь, допустим, какого рода это была связь? То есть это была потребность просто в общении или это было что-то другое, да, то есть это было, к примеру, какие-то разговоры, да, то есть это было какое-то общение с ним, чтобы, ну, вернуть отношения, вот. То есть вы постараетесь как-то вот, наверное, этот момент раскрыть, потому что не совсем, не совсем ясно. Что вы имеете в виду, говоря о ее попытке, да, выйти на связь с вашим мужем. Что-то в этот момент нужно уточнить, обязательно, да, нужно этот момент обязательно определить, потому что одно дело, если она хотела просто там пообщаться, что-то еще, другое дело, если она его откровенно провоцировала. Дальше, манипуляции через детей, негатив от них, правда, недолгий. Ну, а опять же, да, вот вы говорите, манипуляция, да, что указывает на манипуляцию, собственно говоря? То есть, почему, почему вы, ну, говорите о, о, о манипуляциях, с чем это связано? То есть, это как-то, ну, проявляло, что она манипулировала или что, может быть, вы говорите, что негатив был от детей, вот. Ну, так, извините, как бы, ведь дети могут, в принципе, и сами иметь свое мнение, да, и обязательно все дело в, ну, в бывшей жене, как бы, да. То есть, для меня здесь, в некоторой степени, конечно, ну, загадка, почему вы решили, что это именно жена, бывшая. Ну, вот. Далее, интересно, ваша интерпретация, значит, того, как вот вы пишете, что у меня ощущение, что она сейчас затаилась, да, и, соответственно, чего-то ожидать. Вот. Она затаилась и живет свою жизнь. Ну, так если она, как вы говорите, живет своей жизнью, то почему затаилась? То есть, интуитивно это больше похоже на, конечно, защиту. Интуитивно это больше похоже на страх, безусловно, страх потерять вашего мужа. Вот. Кабары, собственно, продиктованы вашими собственными конфликтами. Дальше. У меня складывается мнение, что она хочет его вернуть. Может и хочет, но в этой истории, да, в этой ситуации, помимо вашего, помимо вашей позиции, и помимо вашей страны, вот, существует еще и, как бы, страна мужа и позиция мужа. Представлю, что хочет она. Ваш муж, это не болванчик, у него есть своя воля. А вы такое впечатление, что отвергаете и отрицаете его волю. Ну, или наличие у него воли. Муж мой, думаю, не до конца отпустил эти отношения, поскольку с его слов отношения были тяжелыми, с частыми разрывами на эмоциях, но все же разрыв произошел. То есть, они больше не вместе. Если бы он не отпустил отношения, он бы не был бы с вами. Согласно, кстати, или нет? Или вы считаете, что он вас обманывает? А если так, то, опять же, вопрос возникает, да, на каком основании вы так считаете, что он вас обманывает, что были, были случаи, случаи его какой-то нечестности, там, двойного дна и чего-то еще. Так, их общая дочь собирается выйти замуж. Ее молодой человек сделал ей предложение. Да, то свадьба еще не назначена. Но я думаю, ее мама будет практически против меня там видеть. Откуда вы это знаете? Знаете, если его бывшая жена мудрый человек, она, напротив, не будет возражать, если вы там будете. Она понимает, что своим возражением она оттолкнет мужа от себя, вашего мужа от себя. Если она хочет его вернуть, она не будет возражать. Ну и опять, откуда вы это взяли? То есть вы пишите, я думаю. Понимаете, вот у вас тут интуитивно кажется, что она хочет его вернуть. Думаю, не до конца отпустила отношения муж. Думаю, что мама будет категорически против меня там видеть. Что у вас думают? То есть у вас нет никаких доказательств и подтверждений того, что это так. В действительности объективно есть только страх и тревога по поводу того, что мужа своего вы можете потерять. С чем это связано? Вопрос интересный. Вопрос интересный. То есть как бы да, вы его объективно, да, вы его, ну скажем так, завоевали. Я не очень люблю это слово, да, но пусть будет такое слово. Завоевали, объективно вы его завоевали. Окей. Теперь осталось самое главное, удержать. Если вы хотите его удержать, если вы его любите, вот, действительно, если вы его любите, действительно, на самом деле, если вы его любите, да, вот, то вы немножко не на то тратите свои ресурсы, понимаете? Если вы его любите, вам нужно не думать о том, там, что кто-то его уведёт, да, и так далее. Вам нужно скорее, значит, обратить внимание на то, что он хочет, муж ваш, я имею ввиду, вот, и что ему нужно и важно. Вот что мне представляется, да, то есть, если мы говорим именно о том, что вы его любите, именно о том, что вы хотите, ну, значит, для него, для мужа своего, я имею ввиду, самого лучшего. То есть, тут вот такой аспект только, ну, другого аспекта быть не может. Дальше. Дальше. Так, их общение с моим мужем может развиться во время праздника. Ну, опять же, это своего рода ваша догадка такая, на мой взгляд. На мой взгляд, это просто ваша догадка. И всё. Как бы, проекция страхов проекции того, чего вы боитесь. Дальше. В целом, в целом я переживаю за всю эту ситуацию. Не только за свадьбой, конечно. Какую ситуацию? Подспорное желание вернуть бывшего на фоне наличия двух совместных детей и долгих лет совместной жизни. Скорее, важно неуверенность в себе, важно неуверенность в собственных силах и, самое главное, неуважение выбора мужа, который выбрал вас в качестве своей настоящей и будущей спутницы жизни. У него действительно может быть привязанность к ней и ностальгия опять, видите? Может быть. То есть, вы этого не знаете. Это всё ваши догадки. Как мне правильно себя вести, чтобы что? И как не потерять? Никак, Рита. Никак. Никак. Знаете, никак. Человек это, ну, как бы, ну, человек не вещь, знаете, которую можно, там, потерять, потом найти, потом опять потерять, да? Вот. Человек не вещь, как бы. А что касается того, как правильно себя вести, это вопрос интересный. Вопрос очень интересный. Как правильно себя вести? Вести себя правильно нужно, ну, опять же, быть ориентированной именно на мужа. Быть ориентированной именно на мужа своего. Не на себя, как это вот сейчас происходит. Не на себя, да? А именно на мужа. То есть, стараться сделать для него. Для него стараться сделать. Что-то. Стараться дать ему то, что он, возможно, хочет. Вот. Вот. Как бы это, куда важнее сейчас. Для вас. Потому что, если вы будете думать о том, что вот, значит, ну, что вот он уйдет, что я его потеряю там и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. 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 А потеряете вы его только по той простой причине, что он увидит, что вы не интересуетесь. что он для вас не интересен, вот, ну, не так интересен сильно, как мог бы быть, знаете, то есть ведь человек чувствует, хорошо чувствует, значит, когда ориентация на него идёт, а когда на, соответственно, что-то другое, да, вот. История, вот, в принципе, такая, такая история. Дальше идём. На самом деле я понимаю, что не нужно держаться ни за кого, но я его всё-таки люблю и хотел бы идти с ним дальше по жизни. Понимаете, какая штука? Очень хотелось бы знать, что вы, что вы, значит, ну, что вы вообще, понимаете, под любовью? Вот. Очень мне хотелось бы это понять. Вот. Что вы, что вы понимаете под любовью? Как вы понимаете любовь? Как любовь, значит, ну, проявляется для вас. Вот. Дальше. Вы говорите, что хочу идти по жизни. Да, ну, по жизни. Хочу идти по жизни. С ним. Хорошо. А он? То есть, знаете, во всей этой истории, во всей этой истории, ну, пожалуй, нет только самого мужчины, нет ничего, что касается его, нет ничего, что касается его желания. То есть, всё это вы говорите о себе. Да? О... Ну, как бы, вы не говорите о нём, на самом деле. Вот. А ну, не говорите о нём. И исходить из того, что важно ему, если вы его любите. Вот. И правда здесь заключается в том, что если вы, там, к примеру, ну, если вы действительно его любите, да, то всё, что вам нужно сделать, это стараться сделать его счастливым. Вот. И всё. И делая его счастливым, вы никогда не ошибётесь. Вот. Никогда. Потому что он будет счастлив. Если он будет счастлив, ему не будет никакого резона и стимула от вас уходить. Собственно говоря. Вот. И всё. Знаете? Какая штука. Поэтому рекомендация тут одна. Рекомендация тут одна. Вот. На самом деле, только, значит, рассмотреть причины вашей неуверенности в себе. Да? Вот. Ну, то есть, почему вы в себе не уверены? Рассмотреть ваши желания. Вот. Которые у вас, значит, безусловно имеются. Вот. Рассмотреть ваши желания. С чего вы хотите. Наметить чёткую стратегию их реализации, этих желаний самостоятельно. Да? Вот. Возможно, имеет смысл проанализировать ваш опыт взаимодействия с мужчинами, который мне почему-то кажется негативным. Я, конечно, могу ошибаться. Вот. Но мне почему-то кажется, что опыт у вас взаимодействия с мужчинами негативный. Вот. И поработать, значит, с страхами вашими. Вот. Посмотреть, что у вас лежит в основе страхов, какие желания, какие вообще аспекты трудностей и проблемы. Вот. Имеет место быть у вас. Вот. Мне видится так. Мне видится, таким подход, да, к вашей проблеме. Вот. Ещё многое зависит от того, ну, от того, насколько вы восприимчивы, да, к психотерапии. То есть, хотите ли вы вообще, к примеру, заниматься психотерапией, ну, вообще, вообще, да, потому что, ну, потому что непонятно, непонятно совершенно, хотите вы этого или нет. Вот. Почему я это говорю? Потому что психологи не дают советов. Мы не советуем. Мы даем рекомендации, мы анализируем, мы вырабатываем какую-то стратегию поведения. Вот. И всё. Так что, если вы готовы к этому, то хорошо, давайте, давайте тогда. А если нет, то вам тут сейчас насоветуют очень много. Вот. Ну, то есть, советов они будут, может быть, и правильными, ну, так, советов много, а вы как бы одна. Базикая штука. Вот. Так что, решайте сами. Конечно. Вот. Я думаю, что такая вот реализованная, да, обеспеченная женщина, но она не боится бывших женщин. Своего мужа. Ведь, если вы любите мужчину, вы принимаете его просто то же, которое неотъемлемо его части. Вот. И понимаете, что общение с, ну, бывшими, да, это нормально, особенно если есть общие дети. И понимаете, что, ну, например, далеко не все люди способны так просто отпустить. Вот. Ну, нужно доверять. Нужно доверять своему мужу. Понимаете, без доверия ничего не будет. Кстати, то же, то же, то же доверие, да, вот, то же самое, ну, то же доверие. Невозможно без доверия себе. Вот. Вот. Матья. Какая штука, какая штука. Ну, вот. Поэтому... Это, смотрите, значит, необходимость выработки доверия к себе. То есть более доверительного отношения к самому себе. Вот. Это может быть, в принципе, и принятие себя, да, это может быть и какие-то еще действия, шаги-шаги. Абсолютно не важно. Ну, так. Такая штука. Вот, значит, надеюсь, что, в принципе, значит, мой ответ, он вам помог разобраться в себе. Надеюсь, что мой ответ, значит, дал вам какие-то вот основополагающие аспекты, хотя бы. Хотя бы одного полагающего аспекта. Того, что с вами сейчас происходит, и того, что вам нужно делать. Вот. Просто будьте собой. Вспомните, кого полюбил, да, кого полюбил. Ваш муж. Какую женщину он полюбил? Вот. Ведь это же вы. Вы никуда не делитесь. Вы все та же. Вы все та, кого он любил. Вот. Так, значит, значит, соответственно, не бойтесь. Если вы та, кого он полюбил, да, то никаких проблем не будет. Если вы та. Ну, а если, если вы не та, то тут уже ничего не поделать. Но в этом смысле вы не сделаете ничего. Что-то ни на что не повлияете. Это просто невозможно. Невозможно ни на что повлиять. Понимаете? Вот. Вот так. На этом все. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен. Буду благодарен вам. Если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится благополучно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.